доброго всем времени суток с вами texor мы играем в танк механик симулятор и начнем с новостей от разрабов новости печальные выход игры задерживается на несколько недель как они пишут насколько не уточняют из-за проблем с издателем так что пока будем довольствоваться демо версии кстати на каком-то из скриншотов я видел что вот этим краном можно таскать башню как-то это не связано с предыдущим до этого пока делать видимо нельзя интересно не буду делать как-то что снимаешь перетаскиваешь вам опять письмо пришло пойдем посмотрим я решил заново не начинать я решил что он вполне будет хорошо у нас и с имеющимся хватать лопату мы кое-что нашли вероятный доход 0 баксов репутация максимальное время активные доступная вот максимальное время 5 часов они что имеют ввиду что запечься должен отреставрировать или как давайте пока не будем потому что на баде насилить ну что же давайте приступим мы имеем тут к в 1 в довольно таки пошатом состоянии но как я просто смотрел он довольно легко поддаются ремонту не за бешеные бабки наши 9000 должно хватить а единственное что у меня нет производственного цеха то есть где бы я мог чинить его детали до приличного состояния поменяемого это открывается в менюшке открывается не помните то ли вот это вот то к сожалению тут то что то что пока нельзя заюжать или уже нельзя заюжать оно не пишется описание поэтому хрен его знает что и вот это такой я не знаю что вот это вот это партнер вот это возможно ремонтный цех может дать пощупать что у нас тут эффективность все ремонтные работы к чему скидка откручивание я вот тут не вижу полученные запчасти с чего полученные станка и я не вижу где тут ремонт то есть вот это вот это паркинг что вот это не знаю а это музей вспомнил это музей я нажимал вот это может быть ремонтный стол вот полигон от ремонтный стол на может как-то так музей я ангар тут немного шансов я знаю как он выглядит он выглядит вот так производственных цех то есть согласись у такого у меня такого помещения у меня нету да вот его нету у меня есть малярный цех желающими придавить дверью а промышленного производственного цеха нету где-то и возможно здесь откроется стена и он там появится а только если так ну что уж ладно проглацаем когтями сюда и займемся танком во первых мы должны вот тут раскидать по частям башню на базу на ту а дырло на куда-то туда видимо нет сюда видимо тоже хороший вариант далее о елке не спотыкайся а мне говорили что я зря вот не разбираю все разбирать все имеет смысл опять же сесть ремонтный цех так я могу тут пошкурить все это дело на месте немножко непривычно я возможно буду нажать с нажатием кнопку втормозить тут крышки нет я конечно понимаю что нужно залезть внутрь нужно все это пошкурить и мы это сделаем но для этого достаточно снять крышку вот эту вот все у нас есть доступ везде поэтому берем нашу пшикалку и гоним а я его обозвал из кастроенной машины а где наш она теперь тут живет как нормально так ладно значит тут мы работаем с этим кувалдой кстати тоже нужна кувалдой срубаются закисшие винты но нам это пока не грозит по одной простой причине мы не меняем детали подвеска ну ладно нравится я себя считать подвеской пусть будет подвеской гнухиница как все напоминает кар механик просто обалдеть сейчас сделаем мы сейчас пошурушим предкостройку вот эту вот основу да основную часть потом я вот пребываю пока в раздумьях а именно красить собранный танк или красить танк по частям мне кажется по частям лучше мы его перегоним эту базу в малярный цех если она конечно может это делать так что то весь танк можно перегонять так там еще письмо но пока на письмо не реагируем потому что у меня не 8 рук я одновременно несколько заказов ввести тут не могу согласись мы можем только одно да в кар механике мы ставили целую гору всякого разного и но они просто она просто стояла там да надо было урвать но утром нередкий экземпляр машины в результате я не забивал гаражик свой я забыл что гаражик ими а потом начинили там нужно было именно ухватить торсионы все ноль нормально хорош торсионы на нее youtube не агрится так я думаю мы ее оставим а там я такой чистил а внутри я полезу сверху а вообще не знаю стоит ли весь процесс снимать я думаю особо не стоит с перепрыгивание по этапам пишите в комментах как вы думаете а я щас пока зачистку вот этого основного каркаса пропущу так мы очистили все мы очистили танк а мы очистили мотор так в том числе очистили сверху я залез сверху и тут вот походил все почистил тут все чисто хотя вот антенна мы мог не достать да ты посмотри что все с этим у нас тут есть воздушный фильтр фильтр у нас не туда 15 процентов какой-то он пошат на так все стабильно 33 крышка объектива какая-то ну что-то немножко сильнее приехал да какие-то объективы у нас но может быть это на крыше нашего возможно на крыше башни у нас что-то я сверху не смог залезть как-то вот так наверное так отлично теперь давайте попробуем засунуть покрасочный цех и так малярный цех да уехал смотрите малярным цехом я еще не пользовался где тут кнопка управления или не надо вручную все это да ладно выгоните что-то так что там еще помощь посмотрим меню малярного цеха а как в этом меню не заходить непонятно да погодите там начали очень показывать такое так нам тычут в этот столик столик да это она это выбор цвета это все детали и камуфляжа это украшение поэтому мы должны всякой пескостройкой грунтовка покраска я понял отфигачить весь танк хорошо не знаю как насчет всего мотора мы потом сходим опачки косяк положил положил я там ржавчину увидел погнали вон она видите ржавый торсион так ну ка давайте еще походим посмотрим может ничего пропустили вроде не должны но что-то вот там сзади за катками могло быть слушайте я наверно что не залезу а залезу опа опа я на предмет антенну пайта пошуршать подвеска полиминарная установка нет тут все нормально отлично пошли положим на место и уже будем тогда пескоструйку шуршать нет я сначала подумал что это не пескоструйка что это это как бы грунтовка ну смотрите он серый как становится ну какая пескоструйная обработка не похожа она похожа именно на грунтовку может что-то с переводом их не то но я думаю сейчас у танка стремительно улучшается самочувствие а вообще мы можем не в малярную комнату на это все делать это сюда все унесли а мы же можем там ходить все это пшик ну да и башню пойдем там попшикаем в принципе довольно быстро ну медленно немножко шло вот первый это чистил ты а это в принципе довольно быстро поэтому я думаю я паузу пока запускать не буду так нормально та начинает медленно блестеть медленно блестеть медленно начинает блестеть ну вообще прям с тросами со всеми видите разбирать даже не обязательно нет если менять детали да если чинить детали да вот там по моему объектив корявый ну вот мы сейчас видите если мы не обработали предыдущим этот обработка этой штукой не идет чем бы она не была ну давайте считать что это пескоструй на лист пескоструйная обработка конечно но похоже какой-то серебрянка красим нифига не пескоструйка в моем представлении ну ладно разрабам виднее все собственно по периметру мы закончили сейчас полезем наверх так тут чуть-чуть чуть-чуть кажется все да кажется все тут такой просто прыжок веры ну понятно что прыжок веры сверху вниз возможно это можно как-то переставлять а возможно так и задумано ну-ка не смотрите не обработано будем туда еще приходить его полировать так там какая-то хреновина не обработана кстати вот все видно прекрасно когда она вот так вот выглядит сразу видно где у нас не обработана вот там какая-то хреновина вот эта вот смотрелка и вроде все тут все хорошо что-то тут не очень презентабельно выглядит да ну конечно тут фильтр не закончено ну ладно закончено так закончено все вот у нас две детали прям тут бросим и побежали за пшикалкой куда я бросил вон она опа ну уже так более-менее эйть не допрыгнул возможно она передвигается лестница но я сомневаюсь если вам передвигалась я бы сразу передвинули бы так к танку и не пудрили мозги крышка объектива а смотрите тут тоже пешкостольная обработка пешкостольная обработка да блин как тебе там добраться то да вот так вот но это не торсион ок у меня есть мысль так а тут нельзя да я бы разобрал просто ее тут нельзя ладно в принципе пошло да можно не разбирать тогда я вам туда попасть чтобы это не было блин но мне кажется она изменила свой цвет так что тут у нас вентилятор топливный бак воздушный фильтр вроде все закончено но нет тут больше ничего вот это вот ржавое оно такое ржавое и есть там еще письма приходят так хлоп понесли давайте отнесем на место все должно быть по порядку в порядке вернее так ну что давайте на зуб попробуем мотор да его обрабатывать в кастрюле тоже как ни странно ну хорошо стартер 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 он там где то в недрах если за это брали деньги я бы пучу денег потратил на этот мотор к счастью денег не берут ну ну и пошли до башни докопаемся ну и пошли до башни докопаемся но у башни тут наверху какая-то хрень я туда не допрыгнул башню башню можно поставить конечно на танк ну это туда-сюда вот у него 100 пудов сверху что-то есть но тут нет табуретки никакой так хорошо давайте башню туда вернем на танк что-ли вот и пойдем популируем его там ай ты жутко смотрится да просто башню да видите тут крышечки они все поехавшие все вот то есть надо ее ставить снимать я так понимаю или какая-нибудь лазалка должна быть или куда-то должно ее в другое место ставить потому что ну мне же приходится по танку лазать внутри красить там еще грунтовкой проходить ау потом ну в общем все равно у меня снятием и установкой башни заниматься возможно возможно чуть по-другому можно один раз все это делать а не так как я постоянно туда-сюда щелку вот смотрите там внутри есть сиденье там все такое там есть куда попшикать это я сейчас казенник опрыскиваю вот то есть сверху я не достану а снизу я не достаю вверх что хочешь то и делай там сиденья всевозможные там что только нету то есть то есть пьем башню надо снимать ставить снимать ставить либо грунтовку сверху пройти и уже тогда не париться да так сюда сюда ну чё снять ее снова давайте с ней брали пойдем теперь туда изнутри будем обрабатывать целое дело а я думаю сегодня мы с танком особо ничего не сделаем ну как ну помимо того что сделали потому что я так по времени смотрю 20 мы успеем его ну прогрунтуем возможно покрасим да или делать длинную серию пусть то получается игра какая-то как быстрая какая-то да короткая ха-ха-ха ну нет тут дохренище еще делать тут делать дохренище еще так а теперь смотрите новые детали нам на него ставить и дальше их тоже надо грунтовать а а как черт возьми ха-ха-ха как все это проделывать с собранным танком а так ну смотрите я гусеницы отсюда не снимал да то есть мы что ставим гусеницы мы ставим какую-то хреновину назад то есть он сейчас от пескостроен дальше детали будут такие же мне кажется чистые давайте попробуем крышка двигателя так запчастей кв-1 корпус видимо крышка а так я ее снял я ее снял так следующий вопрос надо ли нам красить двигатель если нам двигатель красить не надо пойдем попробуем тогда мы этот танк можем просто крышку закрывать и наслаждаться жизнью двигатель красить не надо пошли красить моторный отсек мы туда за конопатием двигло и закроем и отполируем крышку вот что мы сделаем ех не допрыгнул ех не допрыгнул а это вообще не прыгнул блин а как они думали я буду это делать блин ну я ж прыгал было все хорошо так я ж запрыгивал так давайте попробуем ее подтащить что ли я не знаю нет она не подтаскивается мне кажется я не тем занимаюсь просто не здесь это надо делать опа да пройму так смотрите радиаторы не красятся торсиона красится значит ли это то что я должен это все еще покрасить непонятно непонятно сиденье механик водителя красится ну грунтуется я как понимаю красится это не похоже а черт возьми красим все грунтуем вернее все нам еще потом сверху все зафигачим чтобы не лазить вот прекрасный красный танк получился ну все моторный осет покрашен все мотор на осетке оно все такое вот красивое чистое что там у нас торстеон не крашеный слушайте какой-нибудь аппарат есть я подозрел что сняв этот люк можно туда пролезть погнали уже все красить что-то мелочи слое слушайте гусеник гусеница красится тоже но я про это говорю то есть там покупать гусеницы и все это сразу грунтовать и красить потом надевать на это дело двигло башню и и снова украсить сейчас я посмотрю состояние мне кажется состояние он будет просто на ураг но как на торсиона там покрасить вот я знаю что с тобой не то не почистили значит значит мы его пескоструйкой не добрались до него видите сереньким остался очень кстати хорошо сделано прям вот сразу видно что не так опачки а вот этот болт в гусенице он тоже отдельно должен быть обработан сейчас посмотрим такие нюансы вылезают от того гусеница вообще это ржавая вот эта вот спица который соединяет части гусеницы так видите он тоже не фига хотя блестит а я его вроде все проделал с вами смотрите что-то никак не так вот и кто нет вот это вот торсион 0 покраска 0 а вот этот торсион видите красится грунтуется непонятная ботла причем передняя за которой я думал что они не будут видите они грунтуются все нормально все я думал что я там в люк не пролезу и не покрашу его да они работают смотрите вот и вот и такая штука с той стороны вот вот так ну может быть только вот этот давайте торсион нет но серенький какая-то какой-то баг опять серьга грунтовка 0 торсион тоже ни хрена и вот там торсион и возможно он не торсион вовсе цапфа поддерживающего катка что они хотели сказать непонятно то ли оно не красится то ли оно не полируется ну давай может мы его почистили да возможно надо было подойти возможно надо было просто подойти ну вот что-то сработало видите теперь работает и вот это цапфа в общем что я могу сказать нам в малярку не обязательно эту штуку было тащить мы могли все это делать там почему в малярку не обязательно потому что это блин неудобно давайте мы его вытащим отсюда там хоть лазить нормально так переставить размted сейчас мы залезем в крючок и тут попрыскаем сверху разбирать а смотреть торсионы все крашены все хорошо и вот там сиденья механико водителя она тоже крашеная. Все. Да... А кстати, дай посмотрим на его состояние теперь. Мне кажется, тут очень здорово изменилось. Ооо! выхлопная труба одна в хреновом состоянии воздушный фильтр один в хреновом состоянии вал коробки передач в хреновом состоянии кстати вот винтики какие-то темные так пушка у нас еще не крашенная так слушайте овал коробки передач а где он давайте это все вынем или вы мне покажете вал коробки передач вот он воздушный фильтр какой из а вот оно нет это вообще кстати 89% ржавчина ржавчину не удалил а на тех блок которые у меня так смотрим склад кв1 да не панцир вот эти выхлопы вал коробки передач 100% все то вы какой то фигни господа страдаете все хорошо у нас а вот теперь я попал что я сквозь у меня забаговалась теперь открытка двигателя я теперь не могу сквозь нее никак поставить вот блин блин блинский блин что хочет то и делай так попали 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 вот как раз не проблема если я застрял я могу выпрыгнуть оттуда тут есть возвращение персонажа в начальную позицию а вот они до песка струины была коробка передач но проблем не в этом проблема вот в этом что я сквозь коробку теперь не вижу видите крышка двигателя а я не хочу крышку двигателя ставить давай поставим у меня драка будет вместо нее какая-нибудь черта с два у меня теперь вал туда не поставить вот в чем проблема видите я переключаюсь на монтаж и не могу выбрать все что лежит внизу для меня теперь недоступно мало то эти провалиться не могу туда есть у что-нибудь как автомоторный отсек забраться внутрь вот место командир место наводчик место лежащего место водитель нормально это я в башню сел место командир место водитель вот и у водителя можно ковыряться конечно но я вот туда не попадаю при всем желании выйти так что тут вот совсем теперь непонятно что делать с этой штукой видите коробка светится крышка вернее светится это вот а я вал оттуда крутил даже не знаю что это будет делать то но в общем мы видим без этого без вала двигателя будем все это ставить что я не знаю как что вот с этим я могу сделать переработать выбрать все кстати а отправить на ремонт это за бабки да 9 баксов необходимое время я понял я могу ремонтировать то есть вот вал коробки передач могу вентилятор чуть-чуть туда пролезть как-то ладно не будем с ним заморачиваться тем более уже довольно много времени прошло а на этом это серию закончим всего хорошего и до новых встреч напиши ну я вот вот